Боже, милостиво, будь не грешен. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи. Прости меня, грешен. Помилуй и благослови. Привойте с нами. Не дай нам уклониться ни налево, ни направо от заповедей Твоих, чтобы все было по любви, по слову Твоему святому. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы можем вот так вот сесть. Я могу доску занести отсюда. И сесть вот так вот, иначе мы не уместимся. А? Вам помочь? Да доску сними с этого. Рядом. Подай его сюда. На студию. Быстрее. Я бы сюда сел. Не, так удобнее снимать, чтобы вас всех видно было. Все покрывать. Я думаю, вот так мы сядем, чтобы лицом быть вместе. Садитесь. Сережа, садись туда. Так, Лена, садись здесь. А мне где сесть? Ну, садись рядом. А смотри, Володя, как у тебя? Не будет ли опять? Подальше. Значит, разговор вот как идет. Ты, Леляна, сюда сесть, посадись. Ну, туда, да. Садись. У нас сегодня какое число? Девятое. Девятое августа. В пятницу начинается Успенский пост. Мы пришли сегодня после богослужения утреннего. Сейчас дня занятия. В школьном спортзале будет. Примерно так. У нас предвидится разговор с братьями. Лена, ты можешь избрать один из вариантов. Присутствовать здесь. То есть мы не выталкиваем никого. Или погулять по деревне. Или быть в лагере. Или то есть избрать что-то для себя. Какой тебе вариант лучше? Если это не будет. А? Если это не будет, этот разговор мне вредит. Что не навредит. Остаешься здесь или уходишь в время беседы? Как счет ты изберешь? Ну, останусь. Останешься? Да. Так. У меня первый разговор это с Ветитой. Какого числа ты приехал в Барнаул? 15-16 апреля это было. 14-ю границу перевесел. Апрель? Нет, в очередь. Наверное, 17 апреля даже. Значит, точно не знаешь? Точно не знаю. Так, для тебя это что, немаловажная дата была? В дневнике записано-то где-то. А сам боишься запомнить? Одна дата. Дальше, когда приехал в Потеряевку? Это было... 10-е мая. Я 10-го июня приехал, тебе могу сказать. Дневник, это одна общая. А бывают такие, которые просто необходимо помнить. Так. Сегодня, вот у нас уже фактически 10-е, 10-е, считай, завтра 10-е. Что ты скажешь о своем прибытии с Украины? Не зря ли ты приехал? К тем ли ты попал людям? Или тебя только поэксплуатировать решили тут и прочее? В лагере ты был? Ну, общий итог твой. Какой на сегодняшний день? Кратко обрисуй. Какой авторитет твой? Что ты научился? Чему от тебя научились? Ну и все прочее, прочее. Общий итог в том, что я, конечно, не жалею, благодарю Господа, что Он привел меня сюда. И через таких наставников, как вы, и братьев, и такой вот став, объявляются мои грехи все и исправляются. У меня очень... Другого места такого нигде не найду, может, во всем мире. Только здесь со мной могу так заниматься. Флотное. Ты не молчи только, потому что если ты молчишь, то я не вижу конца этого умолчания и вынужден говорить. А люди, которые смотрят, а что вы перебиваете говорить? Он хотел сказать. Ну, видите, если ты молчишь 5 секунд, то для меня это уже потери. Научился я работать с огородом. Мы сажали овощи, ну, с топором, с лопатой начал работать. Есть прогресс у меня. Возди, молоток. Ну, то есть, ну, инструмент у меня под вашим руководством за руках заработал-то. Ну, что еще? Еще молю Господа, чтобы еще остаться, чтобы меня не прогнали отсюда. Чтобы меня еще научиться тут жить, как мужчина. Он зарабатывает себе на хлеб. Но жить, как христианин настоящий. Можно даже слово благорестовать, если талант такой будет. Все? Все. Так, мое впечатление. Так, спрошу я, впечатление твоего, ты маленько узнаешь его. Какой твой отзыв о нем? Вот сегодня я его ставлю на особое положение с сегодняшнего дня. Сейчас я его поставлю уже в другой статус. Так, что ты скажешь? Какие твои впечатления о нем? Вот он приехал сюда, здесь побыл. Как? Нужно ему оставаться? Не нужно. И пользы от него есть? Нет. И духовно это. Не то, что нам кто полезен, мы оставляем. Пососать из него силы. А потом по шее да никому не нужно. Люди, которые ничего не делают, они так и понимают. Речь о том, что полезно ли смотреть. Не полезно нам вовремя расстаться. Прошло-то время, это меньше полгода. Так что, это испытательный срок идет, в течение года. Что скажешь? Если у него страх присутствует, что мы его прогоним, и он этого боится. Я думаю, этот страх от Бога. И нужно ему поверить. И оставить, и продолжать с ним работать. Если же внутри ропот и недовольство, то лучше расстаться. Так, по частям. Внутри ропот и недовольство, это знаешь только ты. Есть такое? У тебя спрашивают. Ну, сейчас уже нет. Ну, все принимаю как должное. Сейчас не было. А когда было? Параз проскакивало, там, когда при строительстве шалаша у меня был такой момент. Какой момент? Ну, казалось, что шалаш этот не нужен никому. Все такое. Потом это прошло через день, когда вы мне выговорили. Ну, не нужен это и я, может, думаю, что не нужен. Но у нас был пробел в каких-то делах, и мы заткнули это шалашом. Тебе-то какая разница, что делать? Здесь работают дети, я работаю. Что тебе возносить? Нужен, не нужен, главное работа. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Кавычки закрыты. Мартин Лютер. Меня из-за этого упрекают. Кого берете? Еретиков разных. Он хорошо сказал. Хорошо сказано. Сережа сказал, если у тебя есть страх, и пояснил, какой страх, что тебя прогонят, то у тебя возможное исправление и возможное научение. Есть у тебя этот страх или нет? Или тебе все равно, что сегодня вечером выйдешь отсюда? Нет, не все равно. Не все равно. Но и в этом положении оставаться ты уже не можешь. Я примерно тебя узнал, могу общий результат сказать. Ты не злоумышленник, это уже награда, не злодей, не засланец. Понял? Да, хорошо. Так. Трудящийся достоин пропитания. Ты слышал такое? Да, апостол Павел говорит. Павел. Так. Ты без питания оставался, Евгений? Что у нас нет, что было? Есть мы голодные там и легли спать? Нет, нет, сюда. Сытая. Так, сегодня я с тобой произвожу расчет. За то, что ты работал, я тебе положил по тысяче. Держи. Никогда не сопротивляйся, мне не надо там ломаться, сжиманищать. Так, претензии ко мне есть, что я с тобой не рассчитался или что-то? Нету. Нету. Я это выгадываю из детских. У нас нынешне процентов 70 детей были абсолютно бесплатно, а те, которые достались деньги, они ушли сюда, а пенсия моя она вообще не касается. У меня ничего нету. Я бы тебе 50 дал. Ну а ездила миссия, миссия изъездила. Я снабдил ее примерно в три раза больше дал денег, чем требуется. Ты знаешь. Почему? И сказал распределить по карманам. Случится что-то с одним, другой останется целый. Было как добраться. У меня забота вот как была на все поездки. Деньги часть прячу неприкасаемая, другую по карманам где-то в разные места зашить, чтобы не в один момент нашли. А что осталось? Осталось он мне привез квитки, я не подсчитал еще. А кто спонсировал, тот спрашивает, как там, во что обошлась. Я отвечаю, примерно через день у меня уже ничего не было, я все раздал. Нуждающимся. Я знаю нуждающимся. Посылаю там или местные, или новоселые, или где-то. Не мое. Я говорю о ком молиться. Так. Тогда слушай внимательно. Что я тебе скажу? Ты сказал, может будет у тебя благовестие. Я тебе как сына отец отправляю. Вот гляди. Написано, евангельский посоль. Вот его здесь напишешь. Колесников. Встал на колеса там или как, колесик как Никита. Никита означает победитель. Вот твой жезл, евангельский. Я его делал и подписывал, а Надежда Васильевна, я тебе его дарю. Вот тебе память, это как маршерский жезл. Первое. Второе. Я кое-что тебе дам, а остальное ты возьмешь. Я тебе дарю то, что имею, как апостол, а чего не имею, то не дарю. Я имею лопату, это твоя лопата, напишешь ее. Давай я на ней маленько черкну. Что, это твоя лопата? Лично твоя лопата. Ты можешь ее сегодня к вечеру сломать, как обычно ломаешь. Ты понял, нет? Это только ей работаю все. Да нет, ты ее не работаешь. Ты ее положи и храни. Дальше, будешь ставить где столбы, я тебе дарю вот эту толкушку. Толкушку у тебя. Это лично твоя, ты, наверное, напишешь. Колесико, встал на колеса. Теперь, я кое-что сюда не занес еще. Слушай внимательно. У нас в Потеряевке народ такой живет. Вот пчелы залетели в комнату Любе. И она первый год, наверное, покачала, качка, первая качка, вот, трехлитровую банку, и она принесла вчера. Она решила раздать весь мед. А там всего ничего у нее было. И она написала. Три литра. Мед поделите сами. Это на шесть человек. Три литра на шесть. Поскольку? 0,5. 0,5. Так, Игнатий, Надежда Васильевна, Володя, Никита, Виктор и Жанна, то есть Иоанна. Банку с крышкой вернуть. Сестра Люба. Вот это она вчера пришла. Хорошо, что я тут был. И дальше я вижу, только она с сумками по всей деревне пошла. Мед, который скачала, весь ей задача раздать. Вот какой у нас народ. Значит, твоя банка здесь. Дальше, что я еще имею? Я тебе дал для чего? Ты думаешь жить по Теряевке или в городе? Летом и весной по Теряевке. Короче, так. Ты можешь начать себе выбрать место. И у батюшки попроситься на это у старосты получить место. И начинать строить. Как Виталий тогда приехал. Ничего у него нет, у Виталия. Лопата одна была. Я по опыту не на смешку. Он начал корчевать крапиву. Крапиву корчевать это надо из четырех сторон глубоко обкопать. Руками вытянуть ее, обколотить, обколотить. И как ты вчера с землей начал кидать-то? Ты что хочешь, ворочаешь там. Теперь, какой размер, колышки, ты знаешь, как сделать. Топор я не могу тебе дать. Купи себе топор. Точилы купили. Поточишь где-то. Размечай его и начинай строить. Где? Здесь или там отдельный пруд есть, Рыжковский. Он один из самых перспективных может быть. Вот. Или здесь, где наша картошка, подальше за кустами. Или с этой стороны где-то. То есть обдумай. И надо ли тебе, о чем я говорю. Дальше. Двуручную пилу я тебе дарю. Я ее не взял. Знай, она за мной. Она лежит. Неохота была носить сюда. Дальше. У меня косы поломаны. Но вот этот рожок отломился. Но я попросил. И здесь мне три дырки просверлили в этой косе. Это в гвоздики забивать. Покажут как. У тебя своя коса будет. Понял? Понял. Это у тебя уже инструмент свой. Дальше. Подушку я тебе могу подарить. Когда у тебя будет где. Дальше. Одну пачку новых этих. Четвероевангелия. Если у тебя дом будет построен. Вот такая полка или что-то. Дарю тебе бесплатно весь новый завет своих книг. 38 книг. Но это только в том случае, если у тебя будет домик. Небольшой пускай. Я знал одного. Нашел где-то передвижное. Такое что-то у него было. На колесах сам сделал-то. И домик на колесах построил. И он с места на место передвигался. И по зимнему печка. Все у него там было. Он приходил еще советовался. Родственники его выгнали. Подушку тебе дарю. Дальше. Если ты будешь отдельно где-то жить. Мешок муки. Макароны и растительного масла. Соли и сахару дам. Спичек дам. Электрическую лампочку. То, что у меня есть. Может что-то я еще забыл. В общем-то понятно. С тем, что я тебе даю. Ты можешь нынче выкопать землянку. Здесь землянку. Как мой дед был. Земля пласты. Как мы баню делали. Пластами. Потом камыш отрубишь. Чтобы не развалились связующие как арматура. Камышом. А потом колышки везде вбиваешь в нее. И тогда саман. Саман это мелкая солома. Она рубленная или стоптанная с глиной. И ей замазывают. Она не может за землю. Она за палочки за эти держится. И получается так. Снаружи это мазанка. Как на Украине. Там мазанки эти называются. То есть это можно построить. Второй вариант. Я как вижу. Ты сам решишь. В городе. Так. Я Сергея попрошу взять его на квартиру. Он там где-то поможет. Где-то он уже не тот, что приехал. Он уже. Он понимает, что это будет. Ну вот. У Сергея там и помыться можешь. Чтобы больше там, где мылись, туда не ходил. К нам только по разрешению. В церковь разрешено. Ты, брат, остаешься. Но у каждого свой труд. Ты не будешь все время сбоку припекать. Тебе надо самостоятельно начинать жить. Строй дом. Строй дворец. Ты привез, может, миллионы рублей там с Украины. Эти гривны обменяй их тут. Ну и дальше начинай. Может, какие-то полезные ископаемые найдешь. Тут другая потеряевка есть. Там именно полезные ископаемые копают. Вот. Вопросы? Вопросы. Когда он начинает постройку свою возводить? С понедельника. Ты можешь узнавать, спрашивать. То есть, с сегодняшнего дня. Ты этот вопрос у себя обмозгуй сначала, чтобы не выглядело это скоропалительно. Обдумай. Сумеешь. И надо ли тебе это. Ну и в городе. А в городе на стройке подсобником кем угодно. У нас ребята пошли подсобниками. И все начали получать специальность. Каменщики, обделки. Вот это разное. Евроремонт. По 40 тысяч в месяц зарабатывает этот Терентий. Но он учится в институте строительном. У нас много института в Барнауле. Посмотри, какое тебе понравится. Я сам заканчивал строительный техникум. Колледж называют где-то. Хотя поступал в зал экзамена в сельскохозяйственный институт факультет механизации сельского хозяйства. Но документы забрал и перешел туда. Ну то есть я избрал то, что мне помогло жить. Как ты будешь, какой инструмент, настоящий рабочий нигде он не помрет. Я всю жизнь жил по квартирам. И где бы на квартирах я не был, уходя оттуда, я оставляю все. С собой беру только одеяло, простыни и наволочку. Все оставляю там. Все. И пока я у хозяев живу на квартире, я забор починю, подвалы выкопаю, сараи построю. Я на стройке. Я выписываю разные материалы и везу. Я знаю, что отсюда я уйду, допустим, через три месяца. Стараюсь так, чтобы надолго осталась память. То есть где бы я ни был, у меня остаются друзья, родные-родные. Которые всем рассказывают, радуются, что я у них был на квартире. Везде уезжаю и оставляю все. Что у меня было, все. Ну, конспекты беру с собой, даже книги оставлял. Ну, Библию возьму. Я просто тебе говорю, как надо. И батюшка наш тоже по квартирам жил. Пока не... А потом на работе работали, постепенно квартиру получил. А потом вот, ну, мой путь-то не пройти тебе. Я сидел, потом судил с 11 лет и реабилитирован был. И государство мне выделило два дома. Два дома настоящих. Старенькие, ну, хорошие. 13 соток земли, 226 квадратных метров жилья. Это чего-то стоит. В городе, в центре города Барнаула. А Барнаула – это столица Алтайского края. Я не знал, что моя жизнь так сложится. Но у тебя другая, твоей судьбы нету. Но такое слово есть – судьба. Смотри, больше дать ничего не могу. Если что-то заметишь, у меня есть не в одном экземпляре, можешь попросить, дам или не дам, это мое дело уже. Но просить я разрешаю. Ты наших людей знаешь. Какие? Тебя никто не выгоняет. Ты можешь оставаться в этом положении. В лагере, как был, живи. Да и все остальное. Но ты с сегодняшнего дня, ты имеешь право полностью отделиться от нас. Дам мне сколько на вас, как у нас говорят в Монтоле. Зачем это нужно? Я себе начну такое строить здесь. К зиме у меня будет дворец с коньком и с петушком. Как говорят, хорошо с петушком, так а самому бы не стать петухом. Ну, ты меня понял. А если я должна тихо. Да, ладно тебе. Сегодня воскресный день. В воскресный день не кланяются. Обиды какие есть, нет? Нету. Нету. Значит, как питался, жил, спал, ничего не меняется. Ты сам избери, какой путь. Но у тебя сегодня открывается другая половина возможностей. То есть я тебе даю свободу. Потому что ты пошел в одном месте работать. Батюшка не дождется, когда Володя. Ну, чего он работает? Какой, говорит? Он там тюкнет где-то, стоит там или... Володя, там в несколько, в разы больше тебя наколит, друг. У матушки побыл. Она сказала прибивать в забор на один гвоздь. Ну, прибей на гвоздь, на такой гвоздь, чтобы не отодрали в четверем мужики. А ты прибил такое, само оторвалось и забор упал. Ну, какая это работа? Она, матушка, достойна всяческой похвалы. Вот эти дома, которые есть, они могли быть заброшены. Она их перекупила. Когда люди уезжали, ни у кого денег нет. А у нее есть деньги. Она садит там с институтом, по этим исследовательским везде. Ну, она работница. Она работает, пашет и пашет. У нее отдых один. Только пришла в церковь, упала и спит до конца службы. Ну, нет, другого. Единственное, отдых у нее полный. Тут ее никто не тревожит, ничего. Действительно так есть. Так, ты у нее побыла, видишь, как получилось. То есть, что надо вернуть тебе твой статус у нее. Она всегда даст работу и хорошо рассчитается. Вот, если у тебя дело пошло, тут мы уезжаем с Володей 10 октября, а они еще пасут коров. Вот, корову отпад сегодня, полторы литра молока и деньги. Это вообще, тут накормят, все у тебя есть. То есть, ты теперь смотри, но если ты считаешь нужным меня уведомлять, что дальше, и просить совета. Я к твоим услугам с полным желанием. Понял? Да. Я тебя трепал сколько мог. За все. Что ты ломал, когда перед детьми твоего авторитета никакого нет, кроме насмешки. Дети-то видят, какой ты есть. Ты я-то против тебя-то. Ты сильный, крепкий-то. Но я зайду, и ты... И как дети? Они по струнке все. Сказал бежать, колокол ударят. Они друг друга сшибают, несутся. Это внутреннее твое расположение к делу отразится на людях. Вот группа вернулась после на север. Уж никак я не ожидал, откуда-то Марьясов появится. Хромой. Какой он? А он оказался ас высшего класса. День и ночь теперь только благодарить Бога, что Бог собрал Валера. Вообще не думал, что он сможет отпроситься. Он тайно уехал. А Сергей тоже тут начал глядеть на Викторову жизнь. Потянулся. Под старость свихнули совсем мужики. На меня-то никак не повлияло. Я как был, так и есть. Теперь дальше мы с понедельника работаем по плотине. Но если ты хоть раз не выйдешь на работу, а свет у нас остался, то я тебя полностью исключаю. Мне не надо. Вышел, не вышел. Если ты говоришь, я хочу жить отдельно, пойду копать, то другое. Хотя бы за месяц меня уведоми. За месяц. У меня замена обязательно будет. Я надеюсь, что ты был. Здесь что-то там так, не так. Граблю свел сломать тут. Он что берет, у него все в руках ломается. Сломаешь теперь, будешь сам делать. Ты видел, как мы боролись с шершнями. Ты тут в форме был. Закрылся, бензинчик утолкнул им туда, отскочил в сторону. Ты бы жил там, скучал, гнил. Ну и на первом месте, на первом месте, это любовь к Господу Иисусу Христу, к Библии. Ты здесь мог увидеть ее? Да. И к батюшке, как ты вчера, впервые очень хорошо сказал. Хочу на исповедь. Особенно опасна исповедь, неполная перед крещением. Тут сатана кует в четыре руки. Только копыта гремят. Вот я тебе сказал, где тебе надо искать грех. Как правило, грех связан с неисповеденным грехом, блуд, наркотики, компьютерные игры. Вот. Я просто круг очерчил. Там ищи. Вот в этом районе ищи. Самый, конечно, большой грех, который полностью мозги отшибает, это блуд. Даже, может быть, не меньше, чем компьютерные игры. Хотя бы один раз ты играл. Я все время тебе говорил, где искать, где. Ты не такой. И главное, что спрошу такое, не касающееся жизни. Он знает. Все борисы. Он объяснил Гурман, он объяснил уже два слова и говорит о том, что ты не Володя. Володя приехал, вообще ничего не знал. Ему надо было объяснять, что такое валун, что это авин. То есть такие вещи. Все. И он вперед продвигается. Володя все должности захватил. Куда ни поверни, везде Володя. Володю можно, Володю можно, Володю можно. Почему? Труд и безотказный, и честный, добросовестный и быстрый. Быстрый. Я свое имение, все завещание его оставил. Понятно. У тебя будут новые знакомства. Может быть, вне нашей общины. Поэтому ты заявление подавал в общину? Не подавал еще. Ты не член общины. Теперь, если ты желаешь быть членом Крестовозвиженской или Святой Анафимовской, осенью реши. Подавать на батюшку. К истинному православию там написано образец этого заявления. То есть у меня больше ничего нет сказать. Володя, отойди отсюда, иди. Скажи маленько отсюда, встань. Чтобы я тебя видел. Ну, что ты скажешь брату? Что сказать? Больше вашего уже не скажешь, Енатель Хоч. То, что вы сказали, а что я еще могу ему приложить? Я ему приложить ничего не могу. Единственное, только что быть миленомудрен, послушным, Господу. А там Господь сего молиться, то есть одним словом. А Господь сего управит. Ну, ты видел, как молимся. На работе раз, стали на плотине молиться. Пришли на малину, помолиться. На огород пришли, помолиться первым делом. И у нас так дивно Бог ведет. Это молитва. Молитва, то есть связь, живая молитва с живым Богом. Я хотел, хотел. Света, ну-ка, опусти вот это. Вот, посмотрим. Что-то я недоволен. Мне кажется, намного лучше будет, если опущу вот этот свет. Так и есть, Володей. Опять я говорю, Сережа. Нет, я хотел, вы говорили, я хотел вас поснимать. А, ну нет, это так. Ну, Володя, ты работал сколько с Никитой. Скажи, у него есть шанс или надежда на то, что будет по-другому? Есть. Потому что я уже говорил, во многом я видел себя. То, что вот он делал, я такой же был именно. То есть я этот путь тоже проходил. То есть у меня тоже было куча обличений от вас, от Игоря Дубунова. Так что я тоже и молился, и искушения вот эти были, и ропот там, все только не было. Но это показал побег мой отсюда, чтобы все это внутри было. Так, у тебя какие, Никита, отношения с Володей сложились? Ну, я учусь у него многому. Он мне как... А? Я у него многому учусь. Учусь. Он мне большой пример в многих областях жизни. Я стремлюсь хотя бы достичь какого-то уровня Володинова. Еще единственное, я могу сказать, чтобы более был общительный. Он иногда удаляется так от общения, чтобы более был общительный с другими братьями. Если прислушивайся. Так, Сережа. Так, еще один приятный момент. Одна сестра попросила тебе передать, чтобы ты помолилась за его сына. Все? Да. Помолился. Сына зовут Данил. Он бывший, вернее, не бывший, а настоящий наркоман. Понимаешь? А ты бывший. И твоя молитва может быть услышана. Запомни. Понял. Вот и все. То есть, если его просят помолиться, это уже статус у него, извините. Ну да. Ты сам говоришь это. Так. Ну что, все. Я думаю, разводим мы сегодня почти по нолям. Если ты это все сохранишь, что я тебе дал, и что я тебе сказал в другом месте, я тебе дам. Еще дарю тебе шинель. Шинель по размеру выберешь. Я в авиационном училище, высшее авиационное училище, Барнаульское здесь было. И я много лет там вел занятия. И когда его расформировали, превращали в институт милиции. Ну, у меня со всем руководством, с верхушкой близкие отношения были. И мне многое выделили там. Вот эти половички под ноги какие есть. Кепки, афганки, кетеля, брюки. То есть кетель и брюки могут. Хорошие, такие, знаешь, настоящие, военные. Материал просто отличный, крепкий. Ну, мы звезды спилили, вагоны погоном убрали. Значит, вот тебе еще что я могу дать. Что у нас? Не из посуды. Из посуды я могу чашку выделить тебе, ложку, нож. Ну, собственно, ты считаешь, что уже все зажил. У тебя ничего. Спички дали, соль, сахар, хлеб есть. Пеки. Вот. Это когда у тебя будет куда это все нести. Куда? То есть впереди, это, конечно, первое, это лопата. Это тогда, когда ты надумаешь. Если ничего пока не надумал, еще не насмотрелся, то и не затевай, и не срамись. А то будут показывать, у нас тут один был, так он сам построил домик из пластов земли, ты посмотришь там, и он зимовал здесь, а потом запил, закуролесил и уехал. Отрехся от всего. У нас тут всякие были люди. Так он понимал, от кого. Вот у нас уезжает покупать что-нибудь там, кирпич, шифер. Ну, и говорит, я поеду туда-то, покупаю шифер. За тремя листами ты не поедешь, тебе надо три, мне надо тридцать. И, наконец, набирается там много, и тогда поехал. А он не заказал. Но когда вернулись, он увидел, как быстро закрывает крышу, а он не может. А мне тоже шифер надо. Ему говорят. И вот Гавриил Геннадий был в крещении здесь, принял крещение, назвали Гавриил. Гавриил, ну ты же молчал. Почему же не сказал? А теперь вроде недоволен. И вот он молится, там, где печка сейчас стоит. Молится, и во время молитвы. Еще захотел, шиферу ему надо. Говорит на службу. Я после спрашиваю, а что ты кричал? Так он вплотную ко мне подошел и говорит, на шифере раздражение покажи. Он в сатане кричал. Шиферу захотел. Ну, у тебя так же что-нибудь, может, и захотел. Не кричи в храме-то. Все равно ничего не дадут, если это не нужно. Ты сам видишь, как. Вот она мед потащила. Разные помидоры ведрами тащат нам. Серафима там, если арбузы будут, она луку, чесноку. А я уже по 90 лет, уж 89, наверное. Народ-то какой собрался, золото. А уж про барабаша говорить не надо. Без барабаша... А, забыл сказать. Пару голубей тебе выделю, если будет голубя. Белых, щубатых, с шиненчиками. Но у меня больше ничего нету. Кошечку выделю могу от своих породистых ловливых. Если свой домик будет. Дальше. Газеты на растопку я много брал. Выделю тебе сразу две пачки. Вот такие вот пачки большие. Бумаги, то есть, что у меня есть. Как Петр говорит, а что имею, тогда я встань и ходи. Вот я тебе говорю, что отстань от нас и ходи. Вот, что у нас было. Иконы какие-то есть красивые. Я привез из Жордан-Вилле. Остались еще. Ну, это будет. Ну, что, литература есть. Библия у тебя есть. Все у тебя есть. Не думай жениться, не думай священники эти. Вот это мой наказ твердый. Это определенно. Даже близко не подпускай мысль. Постом дави сатану. Дави. Гаси его. Ты видел, как горит дупло? Вот так. Говорит, чем разжигаться, лучше жениться. А потом водой залить. Разгорелось. Ты ведро за ведром пошел туда плескать. Это слезы. Слезами туши пламень похоти. И ничего этого не будет. Ты молод. У тебя еще все впереди, можно сказать. Тебя же тронуло одно стихотворение, я тебе написал. Ну-ка, прочитай его. Ну, если четверть века позади, а ты еще не... Не звонок. И не ярок, и не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Это не мое. Это я в Комсомольской правде, кажется, нашел. Ты его тронула. Тронула? И он подумал, в самом деле, как раз четверть века, 25 лет ему, и ничего нигде нету. Ну, по ветру, перекати поле. Главный твой недостаток, это не Сергеев. У Сергея беспечность. Но он не безразличен. И мама это его подтвердила. Вот он сидит рядом. Это один из самых беспечных людей. Беспечный. То есть вперед не пищется, как будет, что, а лишь бы сегодня было. А завтра-то ко дну с этим грузом. Ну, я как рассуждаю-то по Писанию? Не заботьтесь о завтрашнем дне. Ну, это вот перехлёстывает, может быть. Ибо довольно о вас забота о сегодняшнем. Поэтому я вот... Понятно. А у него безразличие, неумение. То есть вот конкретно вчерашний день мы работаем. Ему сказано взять гвозди. Он берёт ведро, у которого половина дна нету. И там лежит газетка. Он идёт, и следом гвозди там сыпятся. Ему это всё равно. Ну, сказали ведро, но не сказали, что у ведра ещё дно должно быть. Я даже не подумал. Ему нужно говорить всё. Даже маленький ребёнок этого не делает. Так было? Так. Ну, любое дело, какое ты делал, и везде. Вперёд полшага, полсантиметра не хочешь думать. Когда ты сам будешь делать, и за голову схватишься, что я делаю? Ты быстрее научишься. А я тут всё время тебя... Ну, ты понимаешь? Это у меня дядя был. Говорит. Наш сыновья подрастают. И вот вернусь, говорит, где-то он был там на заседании. Дядя Степан Дмитриевич Лапкин. Моего отца родной брат. Скотина ревёт. Рядом лежит сено. На вильник только бросить. Не, не бросит. Сыновья прошли там. Ну, свои дела-то. Ну, вот он отделил их. Отдельно. Сам отдельно домик построил-то. Скотина накормлена, напоена. Всё, он хозяин. Вот это много. Они не беспечны, ничего. Но, я знаю, тут тятя. Тятя всё сделает. И всё. Как только дал им свободу. Мгновенно переименилось отношение. В тот же день. Смотри, не обременись ненужным. Желаю, чтобы ты вёл дневник, записывал. И советовался больше. Конечно, первый тебе советчик, это Господь Бог. На молитве. Без совета дело разрушится. Обязательно к священнику подойти. К священнику. Независимо от того, будет наш батюшка или нет. Я тебе не отказываю в совете. Если сочтёшь нужным. Вот. Если отойдёшь. Но пока ты будешь в общине здесь, пока, вот это, то желательно, чтобы ты спрашивал, чтобы не натворить чего-то, то, что не исправишь. Где-то. Не вздумай, говорится, к линии подбивать какой-то сестре в общине. Это запрещено. Без всяких советов. Это придётся искать в другом месте. От миссионерия по полной программе, как Кураев говорит. Да не могу. И приводи тогда в общину. А у нас наоборот. Пошёл миссионерия, да и сам утонул там. Так что... Всё у меня. На сегодня. Может, что-то Лена хочешь сказать? Нет, нет. Воздержусь. А то... Ну, было тебе не вредно, чтобы послушал это? Нет, хорошо. Ты видишь, здесь всё серьёзно. Всё очень серьёзно. Ничего у нас нет, чтобы мы скрывали. Я один этого не делаю. У меня два-три свидетеля всегда. Больше я тебе дать ничего не могу. Ты был не голодный. А ты ничего не умеешь. Не варить. Совершенно не знаю. У Володи ты всему этому можешь научиться. Просто на кухне оттираться. У нас правило такое на кухне. Никого не допускать без благословения. Без разрешения. Без документов. А про баню говорить не надо. Должны быть справки кожные, венерические и прочее. Ну и так понятно. Это лагерь детский. Меня уже накрывали один раз. Одна пришла, а у неё грибок какой-то был. Так мы тут жарили, парили на солнце. И что такое... Меня подставлять не надо. Я и так всё время под обстрелом. Ну вот так. Никому вопросов нету? Нету. Ну на этом, Володя, всё. Связь прекращается. Отхожу. Как говорит? Всё. Помолиться-то? Помолиться. Тычика-то, точка. А когда, говорит, у вас, говорит, забореет курица ещё. А у нас, та-та... Какой же у нас ответ-то был? Конец. Тычика. У нас тоже такое, тычика. А что, топор, чурка, конец. Первую букву. А в конце, когда морзянка была, тычика, это точка, конец означает. Боже, ты дивно-велик, слава тебе. Если чем мы погрешили, Господи, прости нас и помилуй. Да будет благословено это место. Благослови Виктора и Анну. Пошли, добрые жители вселения сия. Благослови Никиту. Открой ему, Господи, истину Твою. Желание трудиться. Исправь эти ужасные упущения детства, что его ничему не научили. И как можно жить, ничего не умея, никому не быть полезным. Исправь. Наставь. Поддержи. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, доску выносите. На место там положите.